Тррррр, всем привет, с вами Кубик и добро пожаловать на новый видосик, где сегодня мы будем с тобой очень сильно ждать Бралтолк, потому что до премьеры осталось всего лишь 27 часов. Он появился прямо сейчас! И давай даже просто попробуем оставить свой комментарий, может быть кто-то из вас даже смог его увидеть прямо сейчас, потому что мне кажется, что на этот стрим, точнее на эту премьеру, уже пришло очень много человек. И здесь, на этой картинке, у нас прям какая-то максимально странная надпись The Trash Night. Это значит... Рыцарь-мусорщик. Что? В смысле? Какой нафиг рыцарь-мусорщик? И ты просто посмотри на этого Бравлера, он какой-то максимально необычный. И знаешь что? Мне он на самом деле немного напоминает какого-то... Бравлера-грифа. Возможно, просто на него скин добавят. Если ты помнишь, у нас уже один раз такая ситуация была, когда у нас просто на картинке был просто обычный скин, нифига не новый Бравлер. Поэтому у меня такое чувство, что здесь, возможно, реально будет точно такая же ситуация. В прошлый раз, кстати, это было с темным лордом Спайком. И там вроде бы во время стрима они даже картинку немного переделали, если я не ошибаюсь. Ну и как говорилось во всех анонсах, как говорили все ютуберы, даже я об этом тоже говорил в своём предыдущем видео, если ты не смотрел, обязательно глянь. То, что следующее обновление, скорее всего, будет связано с каким-то замком, с рыцарями. И, походу, реально это всё совпало. Ну а мы с тобой зашли в группу ВКонтакте и увидели то, что две минуты назад у нас был очень интересненький пост. Любой концерт оставляет после себя истории. Хэштег однажды в Бравле. Что это значит, пока что непонятно. Давай просто попробуем посмотреть эту картинку. Итак, что мы видим? Во-первых, что сразу же бросилось в глаза? То, что у нас в левой части появился какой-то кольт. И у меня такое чувство, что либо добавят новые скинчански на него, либо просто добавят новые пины. Ну а возможно даже и то, и другое. Неплохая, кстати, идея. Ещё мы видим то, что всё наше действие происходит на пляже. На заднем фоне вдалеке у нас проходит концерт Bad Randoms. Ага, это понятно. И у нас везде почему-то валяются роботы. Причём они все какие-то грязные, всё изрисовано, везде графитки всякие. И, кстати, наверху я ещё одну графитку очень интересную увидел. А не думаешь ли ты, что это, возможно, лицо нового Бравлера? У меня лично в самом начале появились именно такие предположения. То, что это просто новый Бравлер. А возможно это просто что-то связано с быком. Потому что там колечко в носу. Блин, короче, непонятно. Там ещё надпись есть. First. Первый. Кто первый? Непонятно. Внизу у нас разбросан всякий мусор. И мы видим, у нас внизу есть Tower Pizza. То есть это коробка от пиццы. От пиццы с замком. Чё? Ещё я вижу то, что у нас есть какое-то очень странное орудие. Оно похоже немного на меч, но у неё наконечник как будто просто обычная швабра. То есть, в принципе, к мусорщику это подходит. Типа он просто мусор за собой убирает. Ну, блин. Чё-то я пока тоже не понимаю немного до конца. Ещё пару моментов, которые я заметил. У нас есть мусорка, на которой стоит робот. И там типа надпись есть. Trash. То есть ты как бы мусор просто выкидываешь, и всё. Там вот это окошко немного открывается. Но на первых двух буквах у нас пятно. И остаётся только надпись Ash. Возможно, это название нового бравлера? Блин, так-то очень интересно получается. А ещё сзади у нас лежит какая-то груша. Это мусор какой-то или чё? Возможно, это тоже связано как-то с новым бравлером. Возможно, даже бравлеров новых будет целых два. Но это пока что мои предположения. Короче, ладно. Какие ещё элементы ты здесь заметил? Напиши обязательно в комментариях внизу под видео. Потому что у меня такое чувство, что я здесь больше половины вообще нафиг пропустил. И не понял. Поэтому мы снова будем ждать Бравл Толк. Кстати, осталось всего лишь 26 часов. Ну, а перед этим посмотрим один очень интересненький видосик. Ну, а сейчас давай просто посмотрим концепт, что же будет возможно в нашем Бравл Толке. Кстати, смотри это видео очень внимательно. И потом в конце видосика обязательно в комментариях внизу под видео напиши, как ты думаешь, какие из этих обновлений реально могут быть добавлены в Бравл Старс? Ну, я, конечно же, тоже свои мысли по этому поводу немного расскажу. Бравл Толк. Ежедневные подарки. Новые боксы. Новые рамки. Новые скины. Новый сезон, конечно же. Как может быть без этого? И так далее. Окей, давай сразу же начнём его смотреть. Так. Бонусный дискаунт тикет. Типа билетик на скидку. А, это он из ящика выпадает. И он может давать тебе скидку 30% на все предметы в магазине. Чего? Мне кажется, то, что все ютуберы сразу же себе подвака с реагема будут покупать с 30% скидкой. Неплохо, конечно. Было бы хорошо. Но давайте взглянем правде в глаза. Бравл Старс Суперсел скорее всего такое не добавит. Но идея, кстати, прям вообще прикольная. Окей. Нам предлагают то, что скины можно покупать не только за гемасики, но ещё и за монетки. Но Бравл Старс же с этого деньги зарабатывает. Поэтому это тоже будет навряд ли добавлено. Возможно, конечно, просто некоторые скины сделают за монетки. Но я где-то на 9 из 10 уверен, что этого у нас не будет. Автор видосика напоминает то, что нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и поставить колокольчик, чтобы следующие видосики не пропускать. И ещё автор предполагает то, что у нас добавят новые радужные ранки до 40-го. Причём они отличаются. Мне кажется, что такого не будет. Возможно, ранки добавят, но, блин, на самом деле, навряд ли. Так, выбрать пин. Такое же мы уже смотрели, нет? И пины будут показываться прямо на аватарках в клубе и в друзьях. Неплохо так-то прикольно выглядит. Так, если твой тиммейт вышел из катки и за него доигрывал бот, то тебе дадут плюс 3 кубка. Ну, эту идею мы уже 100% видели. Я её помню. Идея вообще просто обупительная. Но Бравл Старс тоже, скорее всего, её не добавят. Можно увеличивать количество человек в клубе за гемасики. И неплохо, мне кажется, что топовые клубы все бы покупали. Обязательно это усиление. Так, если ты убьёшь чуваков 500 раз, то у тебя разблокируется новый скин. Он, типа, разблокируется и прямо твоим станет? Или разблокируется для покупки? Так-то идея немного непонятная, но всё равно, в любом случае, офигительная. Ну, этого смотри. Это я прям уверен. То, что в Бравл Старс 100% не добавят. Если ты достигаешь 20-го ранка, у тебя будет бронзовый скин, 25-го ранка серебряный, 30-го золотой и 35-го хроматический. Может быть, когда-нибудь в будущем ещё хроматические скины добавят? Но, блин, за ранки бесплатно. Не, этого точно делать не будет. Мне кажется, что он вообще будет стоить, там, 100 тысяч, наверное, этих монеток. Ну, может, конечно, 50. Посмотрим, короче. Вы предлагаете сделать маски на Бравлеров? Вы что, вообще, дураки? На Мордиса на Шелле? Это, типа, у них такие скины, что ли, новые будут? Не, это какая-то фигня. Мне даже само это не нравится. А вот новый бокс, это прикольно. Причём бокс с определённым Бравлером. И ты можешь получить Амбер с 10% вероятностью. И такой сундук будет стоить всего лишь 50 гемов. Блин, так-то неплохо, мне кажется, что такой сундук очень обупительный. Вот, если бы Бравл Старс его добавили, было бы просто... Ах, конфетка. Окей. Ну, конечно, давайте тоже... Скажем по правде. Не будет этого у нас в Бравл Старсе. Нифигашеньки подобного. Окей. Супер грибы. И я так понял, если ты встаёшь вот в эту вот зону, то у тебя просто увеличивается твоя ульта. Ну, типа, она набивается. Нифига себе, конечно. Прикольно. А у Сту она что бы, за одну секунду-то набивалась, что ли? Непонятно. Но, блин, идея так-то крутая, на самом деле. Потому что у нас уже есть такие грибочки. Но, если ты помнишь, они у нас просто восстанавливают тебе жизни. Да. Такое есть в ШДшке. Окей. Я использую 150 супер атак. Такой лёгкий квест. Из-за которых дадут целых 2500 этих очков. Не, нифига. Такого тоже у нас не будет. У тебя есть 30 секунд перед матчем для того, чтобы пообщаться со своими тиммейтами. И рассказать тактику. Ну, вот почему такого в Бравл Старсе нет? Потому что ты заходишь и с тобой иногда просто играют какие-то нубасы. Ну, или ты сам не знаешь, что тебе делать. Да. Потому что ты нифига не договорился со своей командой. А так было бы намного легче. И ещё предлагаю добавить эмеральдовые скины. Вот это, кстати, возможно добавят. И идея так-то прям очень крутая. И как ты думаешь, сколько бы такие скины в Бравл Старсе у нас стоили? Я думаю, тысяч, наверное, 50 старпоинтов. Так. Точнее, монеточек. Здесь эту идею мы тоже уже видели. Или вместо 20 токенов добавлять по 50. Ну, блин, это тоже нафиг не надо. Вообще, Бравл Старс такого делать не будет. Окей. You can drop a game. На drop a game. Ну да, я тоже видел уже обновление. Просто ты можешь взять и выкинуть свои гемастики, которые у тебя есть. Ну, точнее, свои кристаллы. Но, блин, нафига это делать? Непонятно. Воу. А я так понял, что это новый режим. Ночь в Бравл Старсе? Чего? То есть ты можешь видеть только перед собой? В Бравл Старсе же как бы всё вокруг видно. Но тебе нужно обязательно поворачиваться в ту сторону, в которую ты хочешь посмотреть. Это что-то новенькое. Ну, блин, идея, кстати, тоже очень крутая. Если бы такой Бравл Старс добавили, было бы вообще прям приколдесно. Мне кажется, интересно было бы в такое поиграть. Ээээ. Экран загрузки. Ты можешь его просто выбирать. Ну, блин, это тоже нафиг не надо. Обычно у всех просто стоит новый экран загрузки. Ну, в смысле, как бы у всех всегда стоит экран новой загрузки. Из последнего обновления. И мне кажется, что это, в принципе, хорошо. Ты можешь просто покупать очки силы за старпоинты. В магазине, что ли, типа, или как? Предлагают коинпаки немного сделать дешевле. Ну, блин, вот их вообще хоть кто-нибудь в Бравл Старсе покупал? Ты хотя бы одного такого человека знаешь? Я вот лично вообще такого никогда не встречал, мне кажется, кто покупает монетки. Так, если у тебя вдруг появился Wi-Fi, то твои тиммейты узнают о том, что у тебя появился Wi-Fi. И потому что у тебя будет просто огромный эмодзи над тобой. Хорошо, добавьте, пожалуйста, такое в Бравл Старс. Так, у вас предлагают то, что пины будут походу... О, я, кажется, понял. Типа, ты не будешь знать, какой пин может тебе выпасть из Бравл Пасса. Еще и 100 уровней у вас будет. Ну, а восьмой сезон у нас будет называться Бравл Рояль. Ну, блин, не, навряд ли. Мне кажется, будет что-то поинтереснее на самом деле. Окей, с этим мы разобрались. Что же у нас будет дальше? Угу. А, теперь, если ты вдруг убивал вместе с кем-то, то есть это как в КС-ке какой-то... У тебя показывают помощника, который помог тебе убить, ну, противника. Как бы это логично же. Неплохо так, то можно, в принципе, тоже такое добавить. Когда ты заходишь в игру, у тебя будет показываться, какая сила у твоих тиммейтов и противников. И будет показываться пассивки. Еще и пассивку можно будет выбирать. Не, что-то это как-то слишком жирно. Мне кажется, что такого у нас тоже не сделают. Ты можешь найти монетки, гемы и так далее в ящиках? Серьезно? Ты сломал ящик и тебе выпали монетки? Вы что, гоните, что ли? Тем более гемы. Не, ну, хотя шанс, конечно, прям очень-очень маленький. Но, блин, Бравл Старс такого тоже делать, конечно же, не будет. Нафиг им это надо? Окей, давай смотрим дальше. Что у нас еще предлагают добавить в игру? Когда у тебя есть ульта, получается, ты можешь накопить новую. Реально, смотри, у тебя просто около ульты появляется цифра 2. То есть ты можешь себе накопить так в теории штук 10. И потом все 10 штук за раз использовать. Вы что, гоните? Если такое добавят в Бравл Старс, будет просто максимально неудобно играть, мне кажется. Потому что это капец, какой-то начнется. Так, ты можешь получить рандомный скин из ящика. И у нас добавят новый ящик, скин бокс. Сделайте уже такое, пожалуйста. Потому что иногда... Ну, хотя там, наверное, нудские скины всегда будут выпадать. Потому что обычно из ящиков всегда монетки, блин, какие-то дропаются. И фиг пойми вообще. Так, а у нас еще добавят, возможно, телепорты, которые сделаны прям дырки в земле. Ну, блин, это вроде бы мы в прошлом видосике смотрели. Там такое что-то связано с Джеки было. Или это она просто такую дырку просверлила. Непонятно пока что, но это будет использоваться как телепорт. Как это будет работать, непонятно. Так, здесь что? Надписи снизу добавили. И типа можно будет сразу перелистывать? Или как? Или они у нас уже были? Они сейчас есть, Бролстар, или нет, я что-то не помню. Короче, я что-то, походу, не понял, что за обновление. Новый бокс, из которого тебе могут выпасть гемасики. Это же вообще опупительно. Только сколько он будет стоить? Типа он будет стоить там 50 гемов, а из него выпадет 3 гема. И что тогда делать? Непонятно. Ага. А еще, возможно, добавят бронзовый скин за 5000 монеток, эмеральдовый скин за 35 и хроматический за 50. То есть, который будет радужный. Типа, неплохо. Блин, вот такое, кстати, реально, мне кажется, могут добавить в Бролстарс. Только не в этом обновлении, а чуть-чуть попозже. Ну, это лично как бы мое предположение. Я думаю, именно так. Окей. Первый левел, седьмой левел, десятый. Это типа ранки? Или как? То есть, чем ты сильнее, тем ты прокачаннее выглядишь. Смотри, у нее даже, у последнего медведя, даже цепочка появилась с косточкой какой-то. Ё-моё, вы что, кокнулись? И Нита вообще сама какая-то золотая стала. Ё-моё. Нет, такое в Бролстарс, мне кажется, будет тяжело добавить. Конечно, в катках можно будет лучше игроков определять, но... Не, тоже фигня какая-то. Клубные квесты предлагают добавить. Нифига себе. Только они какие-то прям очень маленькие. И что они будут давать? То есть, если у тебя вот очки вот эти накопятся, то ты получишь либо золотую шель, либо 5 мегаящиков. А получат как? Весь клуб, что ли? Даже те, кто в Бролстарс не заходили? Это тоже как-то нечестно. Надо как-то это немножечко продумать. Ладно, окей. Здесь что? Чейндж Бравлер. Плагин. А, типа можно катку продолжить, но Бравлера поменять. То есть, остаться с этими же тиммейтами. Нифига себе. А я даже о таком не думал, что такое могут добавить Бролстарс. Чего? Так, здесь что? Сейв. А, типа сохранить повтор? Или как? То есть, его можно просто скачать к себе на компуктер или к себе на телефон? Неплохо, блин. Такая идея так тоже прикольная была бы. Чтобы можно было лучше записывать для вас, между прочим, видозики. А это что значит? Лайк, дизлайк. Кому катки понравились или как? Почему у всех лайки и дизлайки? И кто вообще выбирал, как их ставить? Непонятно. Окей. Так, здесь что? Чат прям во время катки? То есть, ты такой, играешь в Бролстарс и вдруг решил попереписываться, да? Вы что, кокнулись? Как в этом? Реально, смотри, прям чат появился. Офигеть. Он же мешать будет. Ты на него случайно будешь все время тыкать? Нет. Такое даже не надо добавить. Ну, хотя, конечно, это хорошо. Но, блин, фиг его знает. Ну, а мы, конечно же, с тобой помним то, что завтра у нас будет стримчански, на котором мы с тобой посмотрим Бролтолк. И я тебя на нем жду. Поэтому обязательно поставь свой лайкос на это видео. И по-любому подпишись на канал.